Купальный сезон 2018 года прошел в Азове благополучно. За весь период в городе не произошло ни одного трагического случая. Статистику происшественного отея за последние три года на совещании представил начальник аварийно-спасательной службы Денис Сошин. Анализ гибели утопления в купальный сезон в 2016 году у нас 4 человека, в 2017 4 человека, в 2018 0. Несмотря на успешно проведенный купальный сезон, в ближайшее время спасателям предстоит ответственная работа. Ведь впереди зима, которая ежегодно приносит сотрудникам МЧС немало хлопот. Денис Сошин обозначил проблемы предстоящего зимнего периода. Когда станет сейчас ледостав, когда катера все достанут и не будет ни катеров, патрулирование не будет производиться, прибрежных зон, только автомобилям, всеми службами. У нас катер на воздушной подушке. Из-за недостаточного финансирования мы не можем отремонтировать сейчас катер для патрулирования и оказания помощи жителям хутора Задонья в переправке медикаментов, продуктов, питания. Мне хотелось бы, чтобы до ледостава, чтобы мы отремонтировали этот судно на воздушной подушке. Владимир Ащупкин отметил значимость работы сотрудников аварийно-спасательной службы и заявил, что техника будет подготовлена. Все вопросы, которые возникают с организацией этой работы, понятно, мы сейчас будем носить эти коррективы, мы изыщем средства для ремонта средств, те, которые используются для этих целей. Но здесь и важна, опять же, отношение работа спасательной службы и всех задействованных структур. Поэтому давайте, значит, расслабляться нам нельзя, у нас круглый год особая задача перед вами, в всяком случае, стоит. Поэтому здесь тоже мы не должны допустить ибели людей. В течение пожароопасного периода в Азове также не произошло происшествий. В настоящее время все внимание спасателей направлено на предотвращение возгораний, которые могут возникнуть из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, теплогеневирующих устройств и электронагревательных приборов. Проводится второе направление, касается мер пожарной безопасности не только в быту, но и подготовка к новогодним мероприятиям, новогодним праздникам. Обход граждан организован семью группами по городу Азову. В данный момент времени охватывается общежитие, многоэтажное здание города Азова. В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС продолжат информировать граждан о правилах обращения с электроприборами и увеличат количество профилактических мероприятий по соблюдению пожарной безопасности в быту. Людмила Улейхина, Ксения Никифоряк, Юрий Друзякин, Азов.Инфо